Приветствую всех! С вами канал Витасалвы. И сегодня речь пойдет о спичках. О спичках обычных и спичках охотничьих. Я проведу сравнение и несколько тестов. Значит, обычные спички. Всем узнаем, как они выглядят. И спички охотничьи. У меня спички охотничьи. Так как они и так ветра и водоотталкиваемые. Как-то так, да, мы скажем. Но я все равно закрыл их в дополнительный пакетик. Чтобы вода еще меньше вероятности попала на них. И охотничьи спички выглядят так. Так, значит, сравнение. Мы видим, что обычные спички это просто головка серы, которая зажигается от чиркаш. Воспламеняется и зажигает деревянную часть. Потом дерево, в общем, горит. Но оно тухнет на ветру. И если спичка намокнет, вряд ли она загорится. Пока ее не высушишь. Охотничья спичка. Мы видим также у нее на головке сера, которая зажигается об чиркаш. А дальше она идет, зажигает другую часть. И спичка горит, горит. И она не издувается ветром. И не мокнет под дождем. В воде она не тухнет. Дальше тоже часть вот такая. Остается, может чуть-чуть погореть. Тут у меня еще запихнута немножко ваты. На всякий случай. И также оно помогает от шума. То есть, когда идешь, спички не трясутся. Не издают специфический этот шум. Самый первый тест, который я бы хотел провести. Он у меня очень давно в голове сидит. Это тест, сколько времени каждая спичка будет гореть. Это очень интересно. Предположение, знаю, какая спичка будет гореть дольше. Но по эффективности это зависит от внешних воздействий на эти спички. Начну, пожалуй, с обычной спички. Здесь у меня секундомер, который я сейчас настрою и включу. Да, все видят, я думаю. Заодно, когда зажигаем спички, мы их закрываем. Потому что можем чиркнуть и зажечь остальные спички. Случайно такое может быть. Зажигаем. Не смог зажать. Неудобно, конечно. Так, как бы тут сделать-то так. Предположительно, вот так вот. Время пошло. Спичка у нас горит. Время идет. Предположительно, вот так вот. Итак, заметим, что наша спичка горела обычная. 20 секунд. 20 секунд. 20 секунд. Как мы заметили, да, было время. Я думаю, все видели, да, на сколько таймер был. Я тут не успел это все, конечно. Ух, еще горячая. Ух, еще горячая. Так. Чем обычная спичка. Ух, еще горячая. Ух, еще горячая. Так. Итак. Ну, а спичка охотничья, вот она прогорела до дерева, где-то секунд 13 там вроде было, где-то так, около 13 секунд. Но, если даже подует ветер, если будет идти дождь или спички вымокнут, я думаю, что она все равно будет гореть и зажгет костер. Ладненько. Следующее, что я бы хотел сделать, это проверить их на водоокунование. И на промокание спичек я положу спичку на несколько времени. Возьму обычную спичку. Засеку даже время. Это обычная вода у меня здесь уже налита. Не знаю, давайте, насколько там, сколько, чтобы она пропиталась-то надо. Секунд 30. Попитается водой и, соответственно, конечно же, все, наверное, знают результат, что спичка вряд ли будет гореть. Ну, все, 30 секунд. Сразу скину. Так. Ну, я ее предварительно, конечно, выну. И я думаю, что смысла нет зажигать ее таким образом. Надо хотя бы ее чуть-чуть промочить. Ну, я ее вытер на футболку. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Чиркаш беру вот. Немножко тут зажигалось. Странно, но... Хорошая спичка загорелась, как мы видим. Кстати, заметьте, что она горит. Но горит даже чуть-чуть дольше, чем обычная сухая спичка. Пламя держится гораздо дольше. Это очень интересно. Думаю, можно посмотреть будет, сколько времени она горит. Не по тайме, а вот именно по времени, потому что я записываю реально времени. Так, давайте еще раз положим на 30 секунд спичку. И я не буду протирать ее. Не об чем. Не об футболку. Ну, в смысле, ткань. Верхнюю воду я не буду. Стирать. Да, это очень интересно, что спичка зажглась. Я даже не ожидал такого. Все. Все. 30 секунд прошло. Я достаю ее. Ну, немножко хотя бы я ее встряхну. И попробуем зажечь. Так. Ну, видим, что сера у нас полностью спала. Даже отлетела куда-то. Спичка не зажглась. Тест провален. Пусок сера, да? Стервенно куда-то улетел. Че там вспыхнуло? Ничего не горит, все нормально. Все жилое. Следующее, ну, я думаю, бессмысленно. Давайте проверим еще тот факт, что если у нас спичка сухая, но сам чиркаш намочен водой. Научил, все. Будет ли спичка зажигаться? Конечно же, нет. Чиркаш наш просто убивается полностью. Это не канавит. Абсолютно. Следующее, давайте проверим, как горят у нас охотничьи спички. Нет, тут осталось совсем немножко, но я думаю, нам хватит на все их. Охотничья спичка. Ложим ее также на 30 секунд в воду. Видим, что головка тяжелее всего, аж хвостик болтается вверху, а спичка сама у нас в воде. Время идет. Спичка у нас там плавает. На дне, уже по и кверху, так скажем. Ну и все, в принципе, 30 секунд у нас прошло. Зажигаем. Я ее только встряхну. И сразу же зажгу. Видим, что спичка у нас загорилась. Отлично горит. Но дальше она не пошла, то есть до деревяшки. До основания. Следующее. Хочу также проверить чиркаш спички. Зажгется ли спичка, если чиркаш намок у карабка. Спички-то хоть и ветро-водоустойчивые, но чиркаш, если он намокнет, как же зажгется тогда спичка. Конечно, бы лучше всего чиркаш сначала целесообразнее как-то смочить. убрать какие-то воду, но он так же мокрый. И зажигаем спичку. С трудом это дается. Очень. Но все-таки в один прекрасный момент мы видим, что спичка зажглась. чиркаш убился не так, как у обычной спички. Но все равно возникли какие-то сложности. Чиркаш нужно предварительно высушивать. еще один тест, который я немножко забыл. Если зажженную спичку кинуть в воду, горящую, обычная спичка, она и потухла. и спичка охотничья. Видим, что она горит. Это остается на усмотрение остальных. выводы, я думаю, вы сделаете сами. И также, что кому удобнее, выберет тоже каждый сам. Но в принципе, мы видели, да, вот это все. Еще одно я хочу проверить, вот с какого раза зажгется сухое горючее. у нас, например, обычные спички или спички охотничьи. Думаю, мне там хватит. Вот таблеточка сухого горючего. Всем известно, я знаю. Надеюсь, известно. Очень эффективная штука. Может пригодиться. Всем советую ее брать. Давайте зажгем обычной спичкой. Попробуем. Зажглась. Я думаю, по времени там можно самому отмерить. Ну, я может быть таймер включу. В принципе, она зажглась и горит. Да. теперь давайте возьмем спичку охотничью и попробуем зажечь ей. И получится ли у нас это или нет. да, получилось. Если честно, я даже не ожидал, что так быстро получится. Но получилось. Так же горит. Все отлично работает. Очень хорошо. так, и еще один способ я хотел вам показать насчет вот этих спичек это ветроустойчивость. Возьмем обычную так же спичку и зажгем ее примерно в состоянии 30 сантиметров она задулась. так давайте возьмем охотничью зажгем ее и попробуем с того же расстояния ее забыть. Даже дальше пошла гореть. Я думаю вы видели было расстояние я вам скажу честно 30 сантиметров 20 сантиметров и даже 10 сантиметров я ее подносил ближе пытался задуть ее ничего не получилось то есть спичка горела это очень хорошо в принципе сейчас что можно сказать об этих спичках я думаю что каждый предпочитает носить то что ему больше всего привычнее удобнее и надежнее для него самого в принципе так же обычные спички спички прошу прощения дышал с этим дымом всем спичечным тут уже такая достаточно большая вонь в комнате значит так же обычные спички можно положить туда ватку чтобы они не бренчали и засунут в такой пакетик в принципе когда ничего с ними не случится спичками так же охотничий все равно мы увидели что чиркас если намочь намокнуть он будет так же убиваться почти но не совсем на спичку сложнее зажечь конечно если вы вымочите охотничью спичку она будет гореть зажгется и будет гореть не так конечно ярко но ее можно быстренько подсушить обтереть и я думаю она будет гореть так же как и сухая на этом все если есть какие-то добавления пишите в комментариях если вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал всем желаю удачи до новых встреч подписывайтесь подписывайтесь Продолжение следует...